Короче, друзья, эти наушники стоят примерно 40 долларов, у них есть подсветка, вибрация, 7.1 звук, но это все фигня, потому что они могут вот так, вот так они могут. Наушники Real L GDX 8000. FUA. Лучший выбор для геймера. Сразу скажу, что дизайн, как по мне, слишком детский. Да, наушники выглядят агрессивно, сразу понятно, что они геймерские, но я привык к более, скажем так, строгому дизайну, а эти рассчитаны, наверное, на аудиторию помладше. Однако в чем в чем, а в хрупкости конструкции их никак нельзя упрекнуть, потому что они могут вот так вот делать, вот так вот делать, им ничего не будет. Это и стало ключевым фактором, почему я решил снять про них видео, потому что обычно наушники такого ценового сегмента, ну никак не отличаются прочностью. Здесь же наоборот, металлическая основа в оголовье, оно все такое прочное и не ломается. Чаша из софт-тач пластика, который хоть и быстро пачкается, но зато на ощупь очень приятный. Тут уж кому что, либо приятные тактильные ощущения, либо практичность. Амбушюры и оголовье достаточно мягкие, однако амбушюры мелковаты для моих ушей. Оплетка толстая, как и сам провод, и я честно говоря думал, что из-за нее кабель будет очень дубовый. Однако это не так, он достаточно мягкий, послушный и выглядит надежно. На проводе пульт с кнопками управления, здесь есть кнопка регулировки громкости, выше-ниже, также есть кнопка включения-выключения микрофона, если она горит зеленым, то микрофон включен. Кнопка включения-выключения звука, включения-выключения подсветки, а также кнопка регулировки вибрации. О ней я расскажу чуть позже. Заканчивается провод USB-штекером, которым, собственно, он к компьютеру и подключается. Микрофон наушников находится вот здесь, его можно опустить, если он вам нужен. Гнуть его нельзя, но послушайте, как же... Это просто невероятно. Наушники за 40 долларов, офигенный микрофон. Наушники за 100, 150, микрофоны звучат, ну, намного хуже. Как это можно объяснить, почему так происходит, я не знаю, но этот микрофон бомба. Теперь про звук. Сразу скажу, что наушники не для киберспортивных игр. И если в них и можно там услышать в каком-нибудь Counter-Strike кто где, а это можно сделать, но сложно. Поэтому эти наушники для казуалочек, в которые можно поиграть с друзьями. Побегайте в какой-нибудь Left 4 Dead, может быть, Танки, Диабло и так далее. То есть игры, в которых не требуется суперпозиционирование, но нужна координация и общение. Вот тут да. Тем более, что звук, ну, явно не для аудиофилов. А если вы нетребовательный, вам нужны недорогие наушники, чтобы там пару раз в неделю побегать с друзьями во что-то, то это самое то. Лично для себя я сделал так. Взял, отключил 7.1 звучание, чуть-чуть поднастроил эквалайзер и звучание выровнялось. Так что, все в ваших руках и звук тем более. Вибрация добавляет некоторую изюминку в звучании игры, потому что взрывы, выстрелы становятся более сочными, звучание становится как-то более, знаете, таким прикольным. И, в общем-то, ну, это стоит попробовать. Регулировать его можно вот этой кнопкой, можно включить 50% мощности, можно включить 100% мощности или вообще вибрацию отключить, если она вам не нравится. В общем, как я уже и говорил, это наушники для тех, кто хочет пару раз в неделю поиграть с друзьями в кооперативные игры и не хочет платить много денег. Просто врубили вибрацию на полную и вперед. Ждать суперзвука от этих наушников не стоит, но кое в чем вы можете быть уверены. Это в том, что здесь классный микрофон и в том, что они не сломаются. Подписывайтесь на канал, ждите другие наши видео. Будет много интересных видосов про бюджетные девайсы и про флагманы тоже. Джи-Джи, гайс! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова